Арт-пространство «Цоколь» и арт-круппа «Шамолин» и «Передвижники» начинают эту выставку. Рады очень вас приветствовать. Задача у нас была показать, ну, такую очень болезненную и свойственную всем нам историю, как историю свободы и несвободы. Каждый из нас сам за себя понимает и знает, что значит для него его внутренняя тюрьма, что значит быть узником. Но помимо этого я вчера ночью занимался одной антропологической статьей, и у меня пришла такая мысль, что для русских людей состояние уз, узилища, состояние несвободы, оно очень сильно завязано на ощущении, на хроническом ощущении недоверия к большому миру. Мы, как правило, подозреваем как ближнего, так и дальнего, так и все, что не знакомо в каком-то подвохе. В том, что он выдаст нам что-то неожиданное и, скорее всего, не токое. Отсюда из этого недоверия исходит создание образа врага. Отсюда из этого недоверия русский человек предпочитает, очень часто предпочитает, держаться за какую-то рутину, за какой-то конвейер, который он постоянно изо дня в день производит и производит. И очень мало, очень редко, я не говорю, что все, но редко русские люди осмеливаются на эксперименты в области искусства, в области политики, в любой области. И поэтому мы часто, основываясь на недоверии, на подозрительности, мы выбираем всегда одно и то же, все одно и то же. Одни и тот же интерьер, одно и то же правительство, одни и те же знакомые лица, одни и те же слова и фразы, поговорки, пословицы и так далее. Вот эта стандартизация, она исходит из того, что мы не умеем, не имеем смелости довериться большому измерению, которое вокруг нас, а оно действительно гигантское, огромное, целый космос. В общем, все остальное скажут за себя свои картины. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Это то решение, которое Лев Николаевич Толхун выносил в себе все очень долгие годы, своего творчества. И в своих книгах он от этого очень много писал. Его герои, собственно говоря, как он и сам, приходили от этой реальности, пытались убежать. Балконский, Оливий, отец Сергий был самый, всем известный отец Сергий. То есть эти все герои, это он сам, эти герои, описывал то, что он в членовском районе. И когда Лев Николаевич Толхун выносили, что Лев Николаевич был родом, последний десятилет, он был философом. Он был основателем ребенка большого изучения. Он был мировой личностью, сокровной известностью. Личностью мальчика, врачом, 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 врачом. О нем знал весь мир. А он помогал людям, врачом в больнице, спасал от горы, помогал дула в горы. Это была личность огромнейшая. – Да. Но можно назначить ей кинялась? Если говорить научи-то, она живет ей больше и несущей. – Еще сказал. – Заебись. Че, заебися? Заебуся. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...